здравствуйте друзья сегодня у нас в гостях мой коллега автомобильный журналист путешественник даже преподаватель вуза максим ахтямов привет максим и сегодня у нас интересная тема сейчас наступает сезон каникул сезон отпусков многие поедут за границу и отпуск за границей не отпуск если не взять на прокат автомобиль потому что будешь ездить на автобусе по стандартным маршрутом это скучно поэтому сегодня максим у нас большой эксперт именно в области прокатных автомобилей он поделится своим опытом почему я решил поговорить про прокатные машины занесла меня судьба на остров тенерифе это перфектура испании и там просто революция в прокате машин в каком смысле многие ограничения сняты вот поэтому я хотел поговорить как в обычном мире сделано как сша на революционном тенерифе да ну наверное я кстати даже знаю ответ потому что это остров из-за этого многие ограничения вроде как угона и других вариантов там некуда угонять да и рентабельно избежать некуда вот в чем проблема что все равно найдут да поэтому никаких ограничений нет итак как вообще происходит сам процесс поиска машин то есть так же как наверное и поиск билетов то есть кто-то заходит на сайт там авиакомпании смотрят билет то есть можно зайти в сша самая популярная компания это хердс самая известная там германии это сикст можно зайти посмотреть даты можно еще же очень большое количество компаний конкурентов можно использовать компания агрегатор то есть вот сша например самые популярные самый дешевый агрегатор это hotwire.com европе самый дешевый агрегатор carrentals.com то есть это сайт который позволит тебе по твоим параметрам найти оптимальное предложение да то есть ты как и в авиабилетах забиваешь дату приезда адрес можно аэропорт можно город зависимости что тебе лучше я еще сейчас расскажу про это и тебе выводится список огромные из разных компаний причем самые дешевые варианты скрытые ты не знаешь какой компании ты обратишься то есть просто написано прокат только когда ты начинаешь бронировать машину уже доходит до самой оплаты ты видишь а в этом нет подвоха что это подвох ну как это подвох то что клиент не выбирает компанию а выбирает дешевую цену то есть либо выбирают дешевую цену или давай тогда я так вопрос поставлю существуют ли какие-то разводы да вот что ты приехал да допустим ты же предоплату не оставляешь до при бронировании то есть ты приехал что может произойти с дешевой компанией ну кстати про предоплату давай про дешевую компанию да возможно что какая-то левая местная компания то есть есть же еще местные компании кроме транснациональных и транс европейских трансамериканских есть местные компании вот что возможно такая будет компания где-то машина совсем старая выбор там из очень старый очень-очень старый но в общем то по опыту я знаю что вроде как таких прям прецедентов не было Ну и в США, в принципе, таких прецедентов нет. Очень мало местных компаний, и вот в такие агрегаторы попадают только крупные. В Европе, да, может быть, потому что стран очень много, и в каждой стране есть такие мелкие компании, которые под свое законодательство могли хорошо адаптироваться. Про предоплату. Не поверишь, но вот на сайте Hotwire американском, если ты вносишь предоплату, значительно дешевле может быть машина. Мы тоже не вносили, да, значительно, да. То есть это как у них страховка от риска, что ты точно приедешь, точно возьмешь, и поэтому они тебе немножко уменьшаются, да, на сколько? Ну, процентов 15-20, я бы не сказал, что это... Ну, это уже ощутие, да. Ну, если ты берешь машину на неделю, там, какую-нибудь крутую, за 1000 долларов, 200 долларов, в общем-то, это большая сумма, там. Давай, кстати, сразу поговорим о диапазоне цен. Вообще есть, я так понимаю, дорогие крупные компании, типа того же Hertz, да, есть маленькие. Вот назови примерный диапазон, ну, давай, я не знаю, считать, мы берем машину, ну, на неделю, да, вот. Давай возьмем тогда стандартные машины, которые предлагают. В США стартовая цена начинается где-то с долларов 18 в сутки, то есть это, ну, даже по нынешнему курсу цена достаточно смешная. Это дешевле, чем в Челябинске, мне кажется. Да, дешевле, чем в регионах, да, и в России, то есть, ой, пола-полторы, да, стоит у нас на длительный срок, до двух с половиной. Я помню, Жигули мне попадалось. 1300, да? Да, 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 из вот этой серии. Да, 1300. Там получается от 18 долларов, ну, и можно и 15 взять, но я беру как минимум, что за 18 можно практически в любом городе найти. Что это за машина? Это в США нет совсем маленьких машин, то есть базовая машина у них начинает... Форд Фокус? Нет, а, к сожалению, с Авео. А, Авео. Ну, Авео с B-класса начинается у них маленькая машина. То есть у них А-класса нет, вот, совсем уже вот, а Авео вполне практично автомобиль, за двоих путешествует нормально. Да, Авео, Кобальт, вот такие машины, там начинается это базовая, то есть, в принципе, когда ты в США берешь базовую машину, тебе уже достаточно большая, потому что в Европе это будет... В Европе стартовая цена, ну, евро тоже 18, но евро 18, то есть при прочих разуме всегда, к сожалению, в Европе дороже, а иногда значительно дороже, если мы еще по странам пройдемся, например, очень много в цену входит страховка. То есть во многих штатах США ты можешь взять только ОСАГО. В общем, я как настоящий русский на авось всегда беру только ОСАГО. Так уж повелось. А они не обязывают брать вот ту сумму, которая страхует Показка, да? То есть это твое добровольное желание? Да, ну, бывают очень сильные прецеденты, поэтому вам стоит, ну, чуть-чуть законодательство изучить, страны, чтобы они, ну, или штаты там... Ну, давай про риски мы чуть позже поговорим. Вот сейчас, значит, по цене, да? То есть 18 евро примерно в Европе, да, это опять же самая какая-то дешевая машина А-класса, да? Да, и машина это будет... Peugeot 107, да, вот это вот? Да, Peugeot 107, Toyota Aygo, не будет кондера, будут весла стоять. В общем, машина из перемещения точки А в точку Б. Весла это стеклоподъемники, это не чем привода. Ручные, ручные, да, ручные стеклоподъемники. Моторы есть все равно, хорошо. Да, и будет машина или Ford K, то есть очень маленькая машина, то есть если ехать втроем и будет у каждого багаж, то вы не влезете. Если вдвоем, то, в принципе, заднее сидение складываете, потому что, ну, средний багаж, то есть бизнес-сумка влезет у вас, ручная кладь в багаж. Ну, а если чемодан, то уже надо сложить сиденье. То есть для двоих вариантов. Окей, тогда в Европе возникает вопрос, если все-таки побольше нужна машина класса Ford Focus, например, 22-25. 22-25. И как бы будут уже разбег большой, то есть почему-то у разных компаний на дешевые машины цены очень близки, как только класс вырастает, разница начинает существеннее. Вот агрегатор сайта очень сильно помогает, то есть carrentals.com в Европе, ну, и Hotwire в США. Причем на Hotwire частенько бывают, типа, спецакции, типа RAV4 или машина, типа, как цена за Ford Focus или там плюс 2 доллара от Chevrolet Aveo. Вот такие акции на carrentals я не встречал, на Hotwire прям вот реально тыкаешь и, опять же, про цену хотелось поговорить, что надо, вот ты едешь на какой-то определенный срок, допустим, ты там отдыхаешь 10 дней, а машину хочешь взять на 7. Это стоит немножко поиграть датами и... Можно существенную скидку, но это как с авиабилетами, да? Да, да. То есть вот буквально один день и меняет там цену, там бывает полтора раза. Не бойтесь экспериментировать. Обычно машина, очень хорошая скидка 7 дней, когда ровно на неделю берешь. И обычно цены дорогие с пятницы по воскресенье, потому что... Ну, на уикенд сами берут местные аборигены, там жители, аборигены, как мы это назовем, да? То есть тузенцы, вот. Понятно. Значит, вообще, опиши, пожалуйста, вот если мы хотим воспользоваться сайтом-агрегатором, как выглядит процедура бронирования машины? То есть я захожу, ввожу параметры, допустим, меня все устроило, и дальше что мы делаем? Нажимаешь кнопочку «Далее», заполняешь про себя данные, вбиваешь данные, ну, процентов, в большей части карточки своей, дебетовой, тем, возможно, снимется один вадор, возможно, ничего не снимется. Но как бы ты показываешь уже свое намерение взять машину? Ты можешь отменить, там даже будет написана дата, до какого будет без штрафа, а некоторых сайтов вообще всегда без штрафа отменить автомобиль. Дальше. Ты внимательно изучаешь законодательство страны, если, например, в Италии, в Италии ты обязан взять полная каска, то есть за границей, не как в России, у нас в России каска сразу универсальна, и от угона, и от damage, от ущерба. В Европе и в США отдельно каска от угона, отдельно от ущерба. В некоторых странах надо только от ущерба брать, в некоторых от угона. Вот, например, в Италии надо взять полная каска. Ты не можешь машином выехать из прокатной конторы, не взяв вот эта полная каска. И сумма существенно уже увеличится до 35 уже. Больше, чем половина машины может стоить, страховка полная, сказка с хорошей, с минимальной франшизой еще. А франшиза, кстати, вот сколько составляет в среднем, если вот она все-таки есть? Ну, это где-то примерно 100 евро, да? То есть она небольшая. Нет, франшиза большая. Большая? В европейских странах большая, в США поменьше, да. То есть пару тысяч, две-три тысячи. О, серьезно? Просто объясним зрителям, да, что франшиза – это часть ущерба, которая не возмещается строковой компанией. То есть если ущерб меньше, то платите вы. Ты обязан платить, да. Поэтому, и всегда предлагается, хотите уменьшить франшизу, доплатите еще, да. Вот. Поэтому страховка очень важную часть занимает. Поэтому, как я и говорю, что я обычно без сказка беру. Но вот в Италии я брал сказка. И опять же вопрос, если вы будете на месте осуществлять страхование, когда вы придете в киоск, то они вам больше сделают страховку. Если вы онлайн оформите, вам предлагается онлайн оформить через партнера-агрегатора страховую компанию, там будет дешевле. То есть лучше знать максимальные параметры и брать по максимуму все, да? То есть делать предоплату, заказать страховку, да? Ну, предоплату, я бы сказал, не стоит делать. Просто если вы точно верите, что у вас ничего не отменится, то да, но я бы не стал все-таки делать предоплату. Ну, всякое может... Но страховку лучше вот на сайте агрегатора. Да, на сайте агрегатора стоит оформить страховку. Вы приходите и покажете, потому что, к сожалению, страховые, ой, страховые, я вот как раз оговорка по Фрейду, компании прокатные, как и страховые, любят навязывать сверху-сверху. Серьезно? Даже в Европе, да? То есть это сплошь и ляда. И даже до спор, до драки не доходило, но споры были существенны у нас. То есть они так с улыбкой тебе там, ваш звонок очень важен для нас и понесли, да? Нет, нет, ты уже тет-а-тет с ними общаешься. То есть вот у меня в США был случай. Мы взяли мустанг-кабрилет. Я прекрасно знаю тоже законодательство Калифорнии, благо, когда был студентом, там работал по work and travel. Мы приехали брать, это был поздний вечер, ночь, 2 часа ночи, начинали оформлять, все нам выписали, говорят, дополнительная страховка будет 10 долларов еще в сутки, а мы берем на 11 дней. Итого 110 долларов свыше. У нас вообще бюджет никак не рассчитан на это. Ребята берут мустанг, но бюджета не хватает. Такая типичная русская история. Да, типичная русская история. Нет, ну мустанг стоил на 40 долларов в сутки. Ну на двоих по 20 долларов, впрочем, как... Нет, ну от таких цен можно просто в кому впасть. Это Ford Mustang. Это тебе не кабриолея. 4 литра, там, где не Жигули. 210 лошадиных сил, автомат, все, что хочешь. И при этом курс доллара тогда был, я помню, долларов 30 ровно. Того 1200, 1200 рублей. То есть вам по 600 рублей на человека в день, да? Да, да. Вот скидывались, мы подумали, нормально, почему нет. Плюс он вам заменил гостиницу, если не ошибаюсь, да? То есть вы еще на человека. Нет, нет, в этом нет. Это другая история. Это мы отдельно потом поговорим. Да. И проблема в том, что они говорят, мы вам не выдадим автомобиль, если вы не оформите каска по дэмэдж, по ущербу. Да, по ущербу. Мы говорим, да мы не собираемся, на такую мощную, у них всегда есть, на такой класс автомобиля, второй вариант, на такую мощную автомобиль, вот они говорят, на такой мощный автомобиль вы обязаны оформить. Ну, то есть они вешают лапшу на уши туристам, да? Да. Надеюсь, что они не знают. Они уверенно это говорят, говорят, мы вам не выдадим. Блин, два часа ночи парковка многоярусная, телефон не берет этой службы, потому что служба есть, ну, 8800, там, бла-бла-бла, и там в США такая же есть служба. Типа Роспотребнадзора, да? Нет, собственная служба. А, собственно. Да, позвонить на горячую линию. Мы не можем позвонить. И надо выйти из парковки, а это идти, там, пять этажей вверх, хорошо, мы берем, соглашаемся. Нас снимает сумма, мы выезжаем, только мы выехали за парковку, останавливаемся, я набираю телефон горячей линии, говорю, ну, наш код бронирования, все рассказываю, говорю, вот, нас потребовали взять, говорю, мне кажется, это, ну, недопустимо, потому что в Калифорнии разрешено только ОСАГО, говорю, мы хотели только вот ОСАГО взять. Говорит, да, конечно, возвращайтесь обратно и скажите им, что в горячей линии сказала да. И, похоже, пока мы возвращались обратно, уже позвонили, отменили транзакцию карты. Но у владельца было грустное лицо при этом. Мы не владельцы, да, у этих менеджеров. У менеджера, да, и мы сэкономили вот 110 долларов как минимум. Я считаю, чуть-чуть, вот, нять у Америки это дело богоугожное. Хорошо. Значит, в некоторых странах требуют страховку обязательно, в некоторых не требуют. Но навешивают. Но навешивают. Но не в интересах лить человека взять страховку, особенно если он, допустим, первый раз едет и не очень уверен. Да, конечно. То есть, если человек привык использовать каско, не рассчитывать на авось, всякое может в зарубежной стране случиться, то можно взять. Я даже за. Хорошо. А что будет вот, ну, машина дорогая, машина вещь такая дорогая, да, обычно путешественники не берут с собой сумму, которая достаточно там для оплаты чужого автомобиля. Например, что будет, если ты вот попал в ДТП, разбил чужую машину, разбил... Тут еще вопрос, на сколько разбил? Вот вопрос. Ну, вот так... Если просто помял что-то, ты спокойно возвращаешься в твое автомобиль, тебе деньги не берут, у тебя, да, вот мы затронули вопрос залога. То есть, это очень важный вопрос, который нигде не прописан, нигде в стоимости машины не указан, но он существенно может ухудшить ваше положение на 10, 7 дней или месяц, в зависимости, какой у вас банк. То есть, залог, это, по идее, возвращаемая часть, если ты вернул, опять же, машину в целости и сохранности, да? то есть, вы, когда подходите к терминалу уже оплачивать, то есть, я напоминаю, что кэш, кэш, извините, наличными принимаются только в экзотических местах, типа на Рифе, да? В остальных странах требуют кредитную карту и многие сейчас говорят, что дебетовый не принимают, но у меня таких проблем не было, если там на дебетовая сумма большая, которую могут заблокировать, ее заблокируют. Если кредитная карта, то тем лучше для вас, если у вас есть еще период беспроцентный, то блокируют просто деньги банка через там неделю или три недели, насколько вы взяли, блок блокировку снимают, а вы проценты не платили и деньги, если дебетовая карта, это ваши личные деньги блокируются. Вот вопрос, сколько будет блокировать? И тут... Вопрос вот. Да, вопрос. И нигде не прописано. Вот не поверите, ни в одно, ни в контракте, нигде, когда вы онлайн тыкаете, нигде это не прописано. Это, ну, большинство решается на месте и политика компании. Там как фейс-контроль, что ли? То есть, они смотрят на человека? Ну, допустим, вот у Херца, да, в среднем взятии, у них всегда больше процентов залога, большая сумма, чем у каких-то местных компаний. Местные могут либо совсем минимальную. Ну, примерно, сколько это? Надо рассчитывать от 500 до 1000 долларов, даже на маленькую машинку. Серьезная сумма. Это ты про минимальную говоришь? 500 тысяч долларов? это просто будет. А, просто. Это диапазон, да? 500 тысяч. От 500 до 1000 долларов или евро. Ну, для многих это, ну, почти бюджет поездки, наверное. Вот я говорю, что это очень серьезная сумма в 700. Он говорит, Вбивает 700, проводит, 700 заблокировался. Так, и теперь, значит, если ты вернул машину и все хорошо, кстати, машину надо возвращать помытой и с полным баком? Нет, мыть не надо, но политика компании, если машина выдает тебе с полным баком, ты лучше тебе вернуть с неполным баком. Иначе они пересчитают тебе вот эту недостаточку. С по большим, да, сумма будет в полтора, в два раза больше за литр. За то, что менеджер сам съездил, заправил, поэтому всегда лучше заливать. Есть еще второй вариант. Компания выдает там половину бака, ты должен с половиной вернуть. Это очень редко, как раз в местной компании такое может быть. Потому что, когда они дают меньше, чем половина, они надеются, что у вас все-таки больше иногда останется, они чуть-чуть сэкономят денег. А, кстати, вот меня про такой вопрос тоже волновал, когда брали на прокат. Ну, вот я заправился, допустим, за там, не знаю, 20 километров, я нашел заправку, конечно, не очень там ориентирую. Но сейчас навигаторы с этим просят. То есть, они прям там вот педантично? Нет, там плюс-минус, да, стрелочка будет стоять, если ближе к половине. Ну, то есть, если там чуть-чуть... Ну, понятно, но не на три четверти, но чтобы она уже вот там близко была к полному. Ну, понятно. Еще очень важный момент я хотел отметить, это осмотр машины. То есть, вам выдают машину, ключи, распишитесь в контракте, вашу половину, и ты всегда должен стоять. Давайте вместе осмотрим автомобиль. а то есть, бывает прецедент, что они косяки предыдущих клиентов предъявляют последующих? Или будущих клиентов. Это еще кто-нибудь возьмет. Да, такое может быть, и после никаких доказательств не будет. То есть, лучше вообще, наверное, с телефоном пройти, снять даже для себя, нет? надо в первую очередь сделать контракт. В контракте есть осмотр машины, и там помещаются дэнс, это царапины, скрэчис, царапины, где-то какие-то сколы, это дэнс. Все это надо, чтобы указали, прямо вот просить его. Вот смотрите, здесь есть. Вписывайте. Чем больше вы царапин сделаете, тем даже легче вам, если вы чуть-чуть царапните в этом месте, а там уже есть, но все нормально. Всякая может быть, там какая-то царапина. Вообще, большинство компаний, если честно, прохладно относится прямо к царапинам. Ну, к мелочам, наверное, связываться, неохота. Поэтому не стоит думать, если вы там чуть-чуть чикнули бампер, все, это катастрофа, отпуск вас лишь порчен. Ну, в большинстве случаев вам ничего не скажут. То есть, конечно, будет сильная царапина, и вообще машина новая, там, 5 километров проехала. Вот тогда могут вычесть из залога уже. Да, из залога могут вычесть. Но поэтому и надо смотреть. То есть, был прецедент у моего друга в Южной Америке, был скол на лобовом, и они машину обошли, а скол не указали. Они вернули, они говорят, вот 200 евро мы вас удержим. Он начал спорить, они все равно удержали, он написал в компанию виза, ну, в банк, потом в визу, и ему деньги вернули, в общем. Он тоже распечатал, рассказал всю историю, и ему поверили больше, чем прокат на компании в Южной Америке. Но там была тоже местная компания. То есть, опять же, вы обязательно делайте в опись, это очень важно. Всех в тарапин. Сами машину обходите. Можете проверить там свет, подсветку, это тоже стоит проверить. Можно даже проверить омыватель жидкости, стекла, если дождь идет на улице. Если его нету, вы говорите, заправьте, они обычно вам дают машину выше класса. Такое тоже может быть. Чтобы не злить клиента. Да, теперь дополнительные опции стоит поговорить. Дополнительные опции, это детское кресло, навигатор, что еще? Ну, вот это два, два самые популярные. Так вот, навигатор чаще всего стоит столько же, сколько аренды машины. То есть лучше с собой привезти или телефон использую, да? Лучше с собой взять свой навигатор, закачать карты либо с телефона, потому что навигатор стоит примерно столько же, а детская кресла стоит дороже, чем аренда маленькой машины, типа Ford K. То есть, опять же, если ребенок более-менее в возрасте, то можно взять бустер из дома, небольшой, или купить. Законодательство, да. То есть, тут еще надо читать законодательство. Но на длительный срок, если берете на три недели, это, конечно, легче купить сиденье детское. Потом его обратно с собой забрать, подарок. Ну, хотя его ввести тоже, там, допустим, в США, нет? Нормально? Нет, нормально. Ну, ладно, это уже другая тема. Да, дело в десятое. Значит, по поводу доп. оборудования разобрались. Теперь вот скажи, можно забронировать конкретную марковую модель? Или они предлагают выбор всегда? Вот что есть на складе? Я бы сказал, что они не предлагают выбор, они ставят вас перед фактом. то есть, ты приходишь, они пишут, там, Fiat Panda или такая же, там, Ford Focus или такая же, там, что там еще, там, Ford Fiesta или такой же автомобиль. И уже по наличию смотрят, есть вариант, когда ты хочешь такой же машины. Это какие-то ограниченные серии. Например, в США был Mustang GT-H назывался. GT-H от слова Hertz. То есть, это специальная ограниченная серия, которая выпущена не для продажи, а только для аренды в сети. Ну и, соответственно, если ты его забронировал, то тебе будет точно Mustang, а не Ford Fiesta. Да, нет, нет, имеется в виду, что ты забронировал Mustang, тебе могут дать там, Volkswagen Eos, там, Cabrillet или еще что-то. Нет, будет только этот или Corvette. Такая же история. То есть, есть аренда Carvette. Ну, то есть, это больше, спортивных, какие-то эксклюзивных автомобилей. Если брать стандартные автомобили, то написано Audi A8 или аналог, то есть, может быть, и не Audi A8, может и S-класс быть. Я просто один раз, вот мы брали через компанию Alamo в Великобритании машину, и у меня просто почти разрыв мозга был, когда нас вывели на площадку и сказали, выбирайте. То есть, у нас была машина А или Б класса, вот, и их там было, ну, наверное, машин, ну, не соврать, 50. То есть, там были хэтчбеки, универсалы с дизелем, с бензином, на автомате, то есть, там всех марок, которые там, да, и мы просто с товарищем, наверное, минут 40. В аэропорту это было? Да, это было в аэропорту, там, причем, бесплатный баз ходит от аэропорта, от самого, от Hit Row, вот, и можно было выбрать, ну, для вот нас, тогда еще, молодых новичков, это было большое удовольствие, то есть, ходите, все машины, как бы твои, выбирай, какой хочешь. Такое бывает вообще? Часто бывает? Не так часто, да, то есть, чаще всего это в аэропортах, и опять же вопрос, в аэропортах иногда дороже машины, если вы берете на какой-то длительный срок, если вы берете на неделю, нет смысла ехать в город и выбирать там машину, если вы берете там на 2-3 недели, вот мы на 21 день мустанг брали, мы специально, мы приземлились в Сан-Франциско, мы не брали в аэропорту, мы проехали на метро. И это дешевле, да? Да, и эта история, вот как раз, когда у них этот один мустанг на весь хердс офис, и мы жестоко сторговали с 60 долларов до 37 долларов, просто мы хотели брать Chevrolet HHR, это более низкий, он говорит, давайте мы повысим класс, вот мустанг за 60 долларов, мы говорим, не, мы точно не потянем, он говорит, ну за 47, и вот мы торговались не за ту машину, которую мы забронировали, а за повышение класса, и в итоге тот HHR на 25 долларов, а тут 37, и вот сторговались, то есть, в принципе, если вы повышаете класс, можно торговаться, и в первую очередь нужно за депозит, конечно, постараться его уменьшить, сказать, давайте 300 хотя бы, почему там, ну не 1000 точно, я бы посоветовал всем, кто едет в США, взять машину с круиз-контролем, расстояние большие, а за скоростной лимит очень серьезно там штрафуют, еще очень важный момент про страховку, я забыл упомянуть, стекла, и шины, и фары, не попадают, не попадают, сожжение, поэтому берегите, всегда забирайте вещи, из салона, вот на Тонери, к сожалению, случился случай, оставили вещи, выбили стекло, слава богу, спасибо, что они просто скрыли багажник, в багажнике лежало, и они увидели похоже, и забрали сумку за граном, с правами, а вот это, кстати, тоже важный момент, многие думают, в салоне не оставил багажники, а там же много туристов, и люди-то, жулики тоже, наверное, опытные, что там багажник вскрыть, это все дело минутное, они все знают, что все кладут в багажник, поэтому никогда в машине, в прокатной, потому что все видят, что это прокатная машина, либо наклейка, либо под номерной знак, видят, что-то прокатная машина, все знают, что это туристы, у них либо кредитки, либо фотоаппарат, ноутбук, то есть там много чего, поэтому не стоит оставлять в машине ничего, всегда старайтесь забирать, приехали в отель, в сейф положили паспорта сразу, ходите с копиями, вам не надо за гран с собой иметь, вот, это важный случай. Друзья, меня заставляют это говорить, я делаю это не по своей воле, но подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, и спасибо за внимание. Делайте репост. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!